друзья всем привет вы видите на экране вот эту болгарку и если вы себе ищете живучую болгарку вот он ваш вариант это маленькая небольшая болгарка компактная на 125 круг от этого производителя она не новая не сновья и как бы этот производитель считается профессиональным синим но он как видите уже ближе к черному это со временем она становится такого цвета и вообще весь этот инструмент так называемый сильней профессионал вот так она выглядит вот такой редуктор ее пухленький и коротенький относительно других подобных шлемок кожух защиты здесь регулируется шестигранником ключом не автоматическая регулировка здесь и ключ приходится вот на проводе изолентой и регулировать провод резиновый здесь и достаточно длинный вилка обыкновенная собрана машинка в россии в городе эмгельс там есть завод этого производителя машинка мощная живучая еще раз повторяю вот здесь винтик здесь откроется снимается задник открывается доступ к щеткам которые через время надо будет менять кнопка здесь абсолютно вменяемая как обычно включается так вот продвижение вперед и она защелкивается и обратно так отщелкивается стандартная гайка здесь шпидель 14 обдув кстати под этом отверстие небольшие сокла в домане внутри которые себя затягивает воздух сеточки здесь нет просто отверстие воздух прогоняется весь корпус и вот здесь вот он выдувается данная болгарка видала виды уже она уже и по цвету повторяюсь тоже немножко видоизменена только по цвету всего лишь падала и не разбивалась выживает здесь двигатель бронированный косой зуб и игольчатый подшипник именно в данном редукторе но есть две модификации есть на втулке а есть на игольчатом подшипнике однако вот всех смущает вот здесь вот эта вот крышка редуктора она пластиковая у меня есть обзор где я тоже показывал пластиковые но ничего страшного в этом нету этот пластик выдерживает достаточно большие нагрузки усиленный какой-то пластика бс пластик и он не разбивается не раскалывается да и как можно раскалывать это все дело таким образом то есть если закончится диск удариться редуктором об заготовку или как так что получается это маловероятно тем более я встречал такие болгарки у обработчиков гранита и они работают вот с такими болгарками и bosch и метабо кстати у метабо тоже не железная крышка конечно есть и получше болгарки но они подороже а это кстати из именитых брендов достаточно доступная болгарка она стоит четыре с половиной что ли я уж точно не знаю я как бы не торговец я просто обозревают инструменты для того чтобы вы пригляделись посмотрели что они из себя представляют кстати кнопочка для блокировки шпинделя достаточно такая тоже меняемая упругая адекватно железным штырем который вы через кнопку вы упираете внутри редуктора в шестерне то есть не ломается и она не откололась правда многие жалуются что слишком она задрана его даже пружинка видно и якобы забивается ну ничего не забивается у нас по крайней мере у нас когда руки из правильного места растут а если что-то здесь наросло всегда есть щеточки которыми мы прочищаем болгарочки продуваем сейчас она вот как есть я показываю с работы да вот сразу грязненькая такая достаточно хорошо себя чувствует тут только два отверстия под рукоятку рукоятка здесь не антивибрационная обычная пластиковая кстати посмотрите вот отверстие и вот отверстие редуктор напоминает какое-то животное типа бегемотика посмотрите вот так вот вот ушки рожки бегемотика то есть на бегемотика похоже это так маленькое отклонение такое потому что у меня бывают нестандартные видения видения которые вот не бросаются в глаза где я вот такие вещи замечаю ну а это можно уже как хотите обозвать там зубы язык и нижняя челюсть и щека ладно шучу речь идет об инструменте просто живите ярко и красиво друзья отклонение такое небольшое от темы а кстати про обхват всех волнует этот вопрос вот обхват это сравнение с японскими машинками ну то есть она удобно и еще тоже хочу добавить для такой малютки она тяжеленькая то есть это говорит о том что здесь невероятно мощный коллектор и якорь все знают кто разбирал вот эти машинки очень надежные вот эти вот она как бы без регулировки да и больше всего к ней приближена кировка опять же напоминаю есть такая кировская болгарка который тоже все хвалят и кричат что она не убиваем а вот это вот одноклассники кстати и что я хочу еще добавить здесь вот давайте добавлю смотрите многие говорят что настоящий бош там настоящие он имеет только буквы литые на корпусе так вот я хочу вам как бы подсказать что на болгарках bosch всегда наклейка где-то 90 процентов наклейка я еще ни разу не встречал чтобы была какая-то именно литая надпись вот как на шуруповертах когда в самой пластмассе отлито название я такого не встречал и поэтому много очень конечно же подделок и контрафатчики они пользуются тем что вот у боша не литье здесь и такие болгарочки могут подделывать так что смотрите не нарвитесь на подделку особенно много подделать на всяких нелегальных торговых точках ну от нелегальных продавцов там типа авито берите в проверенных магазинах и будет вам счастье давайте я включу ее посмотрите как она работает плавного пуска нету константной электроники ну я не знаю точно что такое как мне что то и есть удержание оборотов вроде как ее не клиник она не захлебывается вот эта машина это вот такой обзорчик имейте ввиду а